Здравствуйте! Это новости Дагестана. В студии Джамиля Шарипова. И вот главная тема сегодня. Совсем нет газа и свет не тот. Сергей Меликов провел совещание по вопросам до газификации региона. Один из районов не газифицированных в Дагестане. Ни в одном субъекте такого нет. Это я говорю про те районы, которые не газифицированы. А те, которые псевдогазифицированы, там тоже нет газа. Фура заехала в жилой дом. В Тарумовском районе в результате ДТП пострадали дети. Дагестанские борцы не поедут на чемпионат Европы в Будапешт. О причинах расскажем в спортивном блоке новостей. В Дагестане продолжается работа по догазификации населенных пунктов. На сегодняшний день уже подано 1720 заявок. Заключено 112 договоров. Об этом говорили на заседании межведомственной рабочей группы по топливно-энергетическому комплексу республики под руководством Сергея Меликова. В обсуждении приняли участие и руководители ресурсоснабжающих организаций. Все подробности в материале о Сельманаповой. Главный вопрос – реализация поручения президента страны по ускоренной реализации проектов газоснабжения и программ повышения надежности электросетевого комплекса региона. Глава Дагестана в очередной раз напомнил республиканскому правительству и руководителям органов власти о необходимости своевременного и качественного исполнения поручений президента страны. Один из районов не газифицированных в Дагестане. Ни в одном субъекте такого нет. Это я говорю про те районы, которые не газифицированы. А те, которые псевдогазифицированы, там тоже нет газа. И перекладывание ответственности с одного блока на другой, с исполнительного на законодательный, или с правоохранительного на контрольный – этого нельзя делать. Надо вырабатывать решение. Вот площадка. Давайте обсуждать и вырабатывать решение. Не друг другу претензии предъявлять, а вырабатывать решение для того, чтобы выполнить поручения президента. Глава республики отметил, что наводится порядок в вопросах бездоговорного потребления энергоресурсов. Установили экономически обоснованный тариф на услуги по транспортировке газа. Разбирается и с многолетними тяжбами относительно аренды сетей. Вы помните заявление, которое сделала ПАО «Газпром» в конце 2020 года? О том, что давайте мы, раз себя Дагестан так ведет безобразно, в том числе по непокрытию задолженности, пусть Дагестан сам себя газом обеспечивает. Мы ему будем газ подавать, а дальше пусть Дагестан что хочет, то и делает. И нам удалось развернуть эту позицию на 180 градусов, я повторяю. И сегодня руководством страны поддержано решение о передаче 100% имущества в «Газпром» для последующей его эксплуатации. И, соответственно, есть надежда о том, что мы наведем порядок. Подписаны соответствующие документы согласительные. В 2020 году в «Газпроме» утверждена программа развития газоснабжения и газификации республики на период 2021-2025 годов с общим объемом финансирования чуть больше 13 миллиардов рублей. В рамках документа запланировано строительство 914 километров межпоселковых газопроводов, что позволит и обеспечит возможность газоснабжения более 40 тысяч домовладений. В то же время продолжается работа и по догазификации зателенных пунктов региона. Уже подано 1720 заявок, заключено 112 договоров на подключение. «8 декабря прошлого года мы заключили договоры аренды в отношении 605 объектов газораспределения, 4629 километров. Большая работа проведена правительством республики Дагестан по оформлению земельных и имущественных отношений по этому комплексу. Мы договорились с вами о размере арендной платы. Определен он был на основании отчета об оценке, выполненного по заказу Министерства имущественных отношений республики». Помимо этого, в республике будет работать также программа, направленная на повышение надежности электросетевого комплекса. По словам генерального директора Power of City «Северный Кавказ» Романа Левченко, на это потратит 35 миллиардов рублей. «Что касается текущих мероприятий и подготовки к следующему осенне-зимним периоду по мероприятиям первого и второго приоритета программы повышения надежности, требующих из отлагательного исполнения заключены договоры на сумму 1,205 миллионов рублей на проведение работ под ключ, включая проектно-изыскательские работы. По остальным мероприятиям заключены договоры на проектно-изыскательские работы, и они уже выполняются. Плановый срок окончания выполнения проектно-изыскательских работ – это второй квартал 2022 года». Россети разработали также комплекс мероприятий, направленных на повышение эффективности функционирования электросетевого комплекса «Махачкалы». На эти цели планируется выделить более 4 миллиардов рублей. Асель Манапауда Утгасанов, Новости ННТ, Махачкала. Три человека пострадали, двое из них – дети. В Тарумовском районе фура въехала в жилой дом. ДТП произошло на федеральной автодороге Астрахань-Махачкала в районе села Кузнецовка. Водитель не справился с управлением и столкнулся с другим грузовым автомобилем, который въехал в жилой дом. Дети и водитель одной из фур были госпитализированы. В собственность Махачкалы вернули 4 участка площадью 3,5 гектара. Эта территория по проспекту Насрудинова, прилегающая к трассе и соединяющая столицу с Каспийском. При проверке выяснилось, что владелец зарегистрировал право собственности на данной земле близ Анжи-Арены по подложным документам. На основании собранного проверочного материала мэрия города обратилась в арбитражный суд Республики Дагестан с исковым заявлением о возврате собственности муниципалитета, незаконно оформленных земельных участков. Решением арбитражного суда Республики Дагестан исковые требования администрации города удовлетворены в полном объеме. На основании вступившего в законную силу судебного решения администрация города обратилась в управление Росреестра по Республике Дагестан для снятия от кадастрового учета незаконно оформленных земельных участков. Кроме того, хотелось бы сообщить, что администрации города активно будет продолжена работа по возврату собственности муниципалитета незаконно оформленных земельных участков. Абдул-Мусрим Абдул-Мусримов представил коллективу Минприроды Республики нового руководителя Ибрагима Ибрагимова. Премьер-министр рассказал о трудовом пути Ибрагимова, отметив его большой опыт работы на государственной службе. До назначения на пост министра он возглавлял организационно-проектное управление в администрации главы и правительства Дагестана. Абдул-Мусримов также поблагодарил бывшего руководителя ведомства Рахмана Гамидова за проделанную работу. Ибрагим Ибрагимов, в свою очередь, отметил, что в реализации поставленных руководством поручений и задач будет опираться на опытный и подготовленный коллектив министерства. Далее короткий обзор новостей от Хамза Нурмагомедова. После мы расскажем о том, как встретили семью беженцев из ЛНР в Каспийске. Авария в Хасавюрте. Водитель не справился с управлением на проспекте Шамиля. Видно, как его занесло на дороге. Пострадал проходящий мимо мужчина, которого с различными переломами доставили в больницу. Сотрудник полиции спас жизнь ребенка. В Махачкале на улице Энгельса с балкона пятиэтажного многоквартирного дома вниз летели игрушки. Это заметили сотрудники местного магазина и позвонили в МВД. Дверь в подъезд была заперта. Со ствол очевидцев наряд ППС приехал оперативно. Полицейский сумел забраться внутрь и завести ребенка в квартиру. Ректора ДГТУ Нурмагмида Сурракатова перевели под домашний арест из-за проблем со здоровьем. После двух перенесенных операций он нуждается в долечивании. Как уточнило при службе Советского районного суда Махачкалы, задержанный будет находиться дома три месяца. Напомним, Сурракатова подозревает в мошенничестве. На общую сумму более 90 миллионов рублей. Экипажи 10 кораблей в Каспийской флотиле провели учения по противовоздушной обороне. В мероприятии задействовали малые ракетные и артиллерийские корабли и катера. Военнослужащие тренировались в обнаружении неопознанных воздушных целей и отражении ударов средств воздушного нападения условного противника. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа. Семью беженцев из Луганской Народной Республики приняли в Каспийске. Женщину с двумя детьми 4 и 6 лет сразу же пригласили на встречу в мэрию. Здесь выяснилось, что Екатерина Синельникова нуждается в трудоустройстве. Глава города Борис Гонцов вручил детям подарки и пообещал оказать содействие и с поиском работы, и с устройством мальчиков в детский сад. Мы пригласили, конечно, в первую очередь МКУ образования с целью решения вопросов определения в детский сад и в кружки дополнительного образования. Также были представители органов внутренних дел по регистрации в городском округе с целью того, чтобы в дальнейшем получить все услуги, предоставляя Центром социальной защиты, Управление социальной занятости и предоставление всех положенных выплат, в том числе и заключение социального контракта. Мы предложили ей трудоустроиться лаборантом по ее специальности, когда она закончила медицинский техникум в одной из школ города Каспийска. «Девятнадцатого числа выехали, двадцатого мы были здесь. Почему? Потому что эвакуировали наши области, Луганскую и Донецкую. Был приказ вечером, мне позвонила из сада заведующая моих детей и сказала, что эвакуируют детей, женщин и людей пожилого возраста. Собрали самое необходимое, то, что было, какие-то денежные средства, документы, и вещи первой необходимости. Из соцзащиты сразу же позвонили, приехали. Продуктами питания помогли, и одежда детям. Это все, во всех сферах спасибо большое. У меня просто нет слов. Поддержали. 99-летняя ветеран Великой Отечественной войны вылечилась от коронавируса. Нину Ивановну Сахнину выписали из красной зоны Каспийского ковид-госпиталя, куда она поступила с 45-процентным поражением легких. Пациент из числа борцов так отзываются о своей пациентке врачи. 77 лет назад Нина Ивановна была связисткой. Она практически дошла до Берлина, была в Польше, прошла войну во многих городах Союза и Европы, обеспечивая связи в военной части, наступающей в Красной Армии. Сегодня действительно такое важное событие. У нас с ковидного госпиталя выписывается пациент. Это непростой пациент, это участница Великой Отечественной войны. Ей 99 лет. Она поступила в тяжелом состоянии. Благодаря работе всего коллектива нашего ковидного госпиталя нам удалось ее вылечить. И сегодня она выписывается. Это у нас большой праздник. Идет снижение заболеваемости почти на 58%. И больных уже поступает меньше. Но противоковидные мероприятия, они сохраняются. Вакцинация у нас темпы набирает. Работа в этом направлении продолжается. Бабушка, ну как самочувствие? Нормально. Да? Домов хочешь? Конечно. Это святы для вас, для вашей здоровья. Оу, спасибо. Возьмите. Возьмите. Спортсмены национальных команд по вольной, греко-римской и женской борьбе не примут участие в континентальном чемпионате Будапеште. Такое решение принято, исходя из условий безопасности атлетов и тренеров, сообщил РИА Новости Михаил Мамиашвили. По словам президента Федерации борьбы России, выступление нас никто не ограничивал. Тем не менее, учитывая многие факторы, мы приняли такое решение. Чемпионат пройдет в Венгрии с 28 марта по 3 апреля. Также сообщается, что исполком Международного Олимпийского комитета рекомендовала спортивным федерациям не допускать до соревнований российских и белорусских спортсменов. Дагестанские боксеры выиграли престижный турнир в Софии. Золотые медали Мемориала Странжа завоевали Вадим Мусаев и Саадат Долгатова. В столице Болгарии Долгатова была вне конкуренции в весе до 66 килограммов. В решающем поединке спортсменка взяла вверх представительницы Германии фон Берген Стефани. Мусаев показал лучший результат в категории до 71 килограмма. Его соперник по финалу, соотечественник Вадин Ступин, не вышел в бой из-за травмы. Всего же российская сборная завоевала в Софии пять медалей высшей пробы. Девушки из Дербента заинтересовались футболом. На базе стадиона Наренкала прошла открытая тренировка. На первом занятии участвовали порядка 40 девушек. Наставники показали им базовые элементы техники владения мячом. Будущие футболистки отработали пассы и удары по воротам. Команда уже проводила подобные занятия в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. В Дербенте все организовано совместно с Управлением культуры, молодежной политики и спорта и администрацией города. Первые три тренировки прошли в Каспийске на Анжа-Арене. И четвертую мы решили провести в Дербенте. Нас здесь встретили, все организовали, помогли, за что мы очень благодарны. Собрали много девочек, они все горят с желанием играть. Для нас большое удовольствие, большая радость. Надеюсь, что будем сотрудничать со спорткомитетом и приезжать на такие же мероприятия, приглашать девчонок уже к себе в Каспийск, Махачкалу, на разные турниры, фестивали по футболу. И на этом все. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова